Бюджет Кустанайской области испытывает серьезный дефицит денежных средств. Мало того, что в этом году он оказался серьезно секвестирован, как подчеркивают чиновники, не удалось собрать еще и необходимое количество денег. На сегодня собрано 73 миллиарда тенге. Это 98% от плана. Чтобы ситуацию изменить, Департамент госдоходов свою деятельность активизировал и нашел дополнительные резервы. Как оказалось, деньги для бюджета, по словам Айбека Паяева, лежат буквально на поверхности. К примеру, участники государственных тендеров, которые выигрывают многомиллионные заказы, почему-то добросовестными налогоплательщиками не являются. В 2014 году по 11 налогоплательщикам, получившим наиболее крупную сумму бюджетных средств в объеме 24 миллиарда тенге, налоговая отдача составила менее 5%. То есть это уже абсурд. За 9 месяцев текущего года низкий показатель уплаты налогов отмечен по 9 налогоплательщикам, получившим из бюджета 11 миллиардов тенге. Более того, по отдельным предприятиям из года в год наблюдается низкий поступление в бюджет. К примеру, то компания «Ерлан» получена в течение двух лет в рамках госзакупа около 7 миллиардов тенге, при этом уплачена налогов всего на 101 миллиардов тенге. Это составляет, если даже процент за отношения, смешно говорить. Компания «Ерлан» мало того, они некачественно строят, еще, оказывается, налоги не платят. И никого дела нет, никто их не признал, не добросовестно с поставщиком, они продолжали брать госзакупки, лоббировали, и сегодня получаем мы такую жуткую, можно, картину. 7 миллиардов берут госзакупки и платят 101 миллион тенге. Куда это годится? 1%. Список предприятий Айбек Паяев продолжил и дальше, причем, по его словам, эти фирмы нашли схемы уклонения от налогов путем взаиморасчета с неблагонадежными поставщиками, у которых нет ни активов, ни налоговой нагрузки. Нашли мы эффективного, ну, будем говорить, без местонахождения, без регистрации человека нашли, на него оформили, и все нормальные предприятия, контрагенты туда вычета отправляют, тем самым судом признает его, значит, полностью уклонен от уплаты, имущества нет, активов нет, кроме его души ничего нету. Приговор состоялся, приходится им банкротировать. Миллиардные суммы, которые украдены с государственной казны, мы вот так, как говорится, банкротировали. С одной стороны, получается, руками же государственных органов, они всю эту процедуру там сопровождают, и в данный момент к этому делу полностью мы поставили конец. Что касается малого и среднего бизнеса, то и здесь, подчеркиваю, специалисты немало возможностей пополнения бюджета. В прошлом году бизнес не проверяли, действуя мораторий. Было упрощение налоговых процедур, сняты административные барьеры. А социальная ответственность бизнеса, подчеркивает Айбек Паяев, желает лучшего. Если создали благоприятный климат, нагрузки, соответственно, законодательствам практически минимальные, но полностью, несмотря на это, выделенные деньги уходят куда-то на вообще другие страны, возможно. Даже ни в нашей области не остаются ни копейки. Мы даже смотрим, ни дороги нет у нас, это дорожные компании, которые наши, сколько денег выделено, и ни налогов нет. Это уже, конечно, обзор. Дополнительные деньги бюджету могли бы принести социальные отчисления от работников, но работодатели в Кустанайской области, а это 42%, подчеркивает чиновник, не отражают реальную заработную плату. Бизнес продолжает устойчиво, как говорится, выплачивать зарплату в конвертах. Это тоже надо искорить общим усилием. На слайде отражены потери бюджета в результате закрытой реальной заработной платой, который нами оценивается в объеме 494 миллионов тенге за полугодие. К примеру, согласно налогоотчетности, ряд предприятий с полугодовым оборотом от 500 миллионов тенге до 1,5 миллиарда тенге не отражает наемных работников, соответственно, нет оплаты налогов. Это то Метрум, то Фарватер, то Лидер-12, то ОЖАК, то Меркурий-2030, кстати, проверка идет, то ТЦ, то РЕФ-1, то Планета-59. И подобных примеров множество. Немало вопросов у департамента государственных доходов и к работе транспортной инспекции. Здесь, конечно, хамский подход. Мы даже делали хронометраж. Сегодня мы знаем, что Киргиза вступил в таможенную союз. Сегодня товарооборот по Кустанайску области именно транзитного потенциала мощно увеличен. Но, несмотря на это, мы наблюдаем со стороны госинспекции снижение на 15% поступления. Но это куда годится. Получить реальные деньги можно и с наружной рекламы. По словам Айбека Паяева, из 57 объектов наружной рекламы на двух улицах Кустаная на учете стоит лишь 9. Потери бюджета в этом случае, подчеркивает налоговик, только за один месяц составляют 500 тысяч тенге. Аким Кустанайского область дает поручение со всеми случаями разобраться детальней. Сразу хочу сказать, нет специального преследования. Пусть платят налоги положено и дальше работают. Никакого там, какого-то предвзятого отношения, какие-то вопросов нет. Сразу вот я перед средством информации всех предупреждаю. Кто будет платить налоги, дальше пусть работают. Будем наоборот помогать по всем остальным вопросам. Поэтому сейчас вот не платят налоги и у меня уже информация есть, что кто-то пытается делать банкротство преднамеренное, лже-банкротство, увезти активы и так далее. Поэтому все моменты, которые будем пресекать, будет все это на жестком контроле. Последний тренд пока не будет уплачен в бюджет. По словам Акима Кустанайской области, вся проблема кроется в отсутствии структурной работы каждого органа, ответственного за поступление различных видов налогов в бюджет. И здесь также необходимо навести порядок, заключил глава региона. Ведь следующий год будет не менее сложным, говорят специалисты. Алексей Басарнов и Татьяна Калюжная, РТН.